Глава одиннадцатая. Люби воинственно. Седьмая победоносная позиция Божьей армии – это любить воинственно. Мы должны любить с мощью, со властью и силой. Мы должны любить не щенячьей любовью, но воинственной. Пусть что-то сильное изливается из вас. Люби агрессивно. Некоторые люди не пожмут вашу руку, если только вы не протянете ее первым. Некоторые люди не будут с вами говорить, если только вы не начнете первым. Бог хочет, чтобы мы любили с силой. Он хочет, чтобы мы были агрессивными в своей любви ко всему миру. Куда бы ты ни пришел, говори «Бог любит тебя, и я люблю тебя». И не просто говори это. Пусть это так и будет. Любовь – это выбор, решение, а не чувство. Чувство или эмоции – это результат любви, но не сама любовь. Мир, а он делает это почти во всем, исказил истину, факты и принципы Божьи. Мир фокусируется на чувствах, не на реальности. Поэтому, когда чувства изменяются или уходят, а это происходит всегда, люди думают, что они больше не любят друг друга. Одними чувствами вы не выдержите штормы жизни. В Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе говорится «Ибо так возлюбил Бог мир». И эта любовь была настолько велика, что он послал единственного своего сына, чтобы искупить грехи человечества. Отец сделал выбор, принял решение. Это был акт его воли. Когда мы говорим, что мы любим кого-то, обычно это потому, что мы чувствуем какие-нибудь эмоции к этому человеку. Затем, если этот человек больше не удовлетворяет наши нужды или не возбуждает больше наших эмоций, мы думаем, что любовь прошла. В действительности, я больше чем уверен, любви там и близко не было. То, что там было, это физическая или эмоциональная нужда, которая и удовлетворялась этим человеком. Мы любили их не ради них. Мы любили их ради нас самих, ради удовлетворения самих себя, потому что общение с ними было нам приятно. Но настоящая любовь всегда побеждает. Когда ничего больше не действует, прими окончательное решение любить этого человека и увидишь, как ситуация изменится. Вы, конечно, не можете принять это решение без прощения этого человека или группы людей там, где прощение необходимо. Вот почему Господь советует нам не приносить ему дары с каким-либо непрощением, с какой-либо нелюбовью в наших сердцах. Отсутствие любви по отношению к нашему ближнему блокирует поток любви по отношению к Богу. Однажды у меня был двухнедельный семинар в одной церкви в Ход Спрингсе, штат Арканзас. Я жил в доме пастора. На второй вечер мы сидели у камина за десертом, это была зима. Пастор сказал мне, «Брат Самрал, я должен закрыть этот семинар в воскресенье вечером». «Извините, не понял», — сказал я. «Я должен закрыть собрание в воскресенье вечером», — повторил он. «Затем добавил, «Ты не понравился моему главному дьякону». «Тогда я еще не знал, кто он такой, этот главный дьякон». Пастор сказал, «Он сказал мне закрыть собрание в воскресенье вечером, потому что он не может тебя терпеть». Внутри я стал раздражаться. Было совсем неважно, любит меня этот человек или нет. У меня было свидетельство Духа Святого, что я должен оставаться там две недели. Господь хотел что-то сделать, а этот человек хотел помешать собраниям только потому, что я ему не понравился. Я сказал, «Мне некуда поехать на следующую неделю. Я должен был быть здесь две недели. Я не знаю, что я буду делать». «Это твоя проблема», – сказал пастор. «Главный дьякон сказал, значит, все, собрания будут закрыты». Я пошел в свою комнату, что-то бормоча себе под нос. У меня было желание найти этого дьякона и сказать ему кое-что, а потом еще кое-что. Затем Господь заговорил со мной. Он сказал, «Я хочу сказать тебе, что делать». «Когда ты придешь в церковь завтра вечером, найди его». Главного дьякона. «Подойди к нему, обними его и поцелуй». «Никогда в жизни нет», – сказал я. «Ты, наверное, не хочешь, чтобы здесь было пробуждение?» – продолжал Господь. «Нет», – ответил я. «Я хочу пробуждение». «Тогда подойди к нему, обними и поцелуй», – сказал Господь. Некоторое задание от Господа относится к разряду тяжелых. «Я не сказал пастору, что я услышал от Бога. Но на следующий вечер в церкви я попросил, чтобы мне показали главного дьякона. Это был маленький, старый, костлявый человечек, который не весил и девяносто восьми фунтов. Если бы он был хоть немножко побольше, я бы чувствовал себя полегче. Но я заметил его, и мне пришлось побегать за ним, потому что, естественно, он старался избежать меня. Я схватил его, обнял и поцеловал в щеку. Я сказал, «Благослови тебя, Господь, брат, я люблю тебя». Уж поверьте мне, это была любовь по решению. Это были слова веры. Это было решение, потому что Господь мне сказал. И уж, конечно, у меня не было чувств любви. Когда я обнял его в тот вечер, я чувствовал, будто обнимаю телеграфный столб. Он не издал ни звука, даже не заворчал. После служения в доме пастора я сказал, «Господь, интересно, что ты можешь так ошибаться. Это не работает». «О да», — ответил он, «это работает, и ты должен сделать это снова завтра вечером». «О нет», — запротестовал я, «да», — настаивал Господь, «завтра вечером, если ты только хочешь, чтобы здесь было пробуждение». «Хорошо», — сдался я, «если это цена за пробуждение, я заплачу ее». На следующий вечер я должен был снова гоняться за ним. Он стоял в стороне, в группе людей. Я подошел к нему, обнял, поцеловал его и снова сказал, «Брат, да благословит тебя Господь, я люблю тебя». Это было все равно, что обнимать айсберг. Я опять сказал, «Бог, это не работает, надо предпринять что-то другое». «Да», — сказал Бог, «это именно то, что надо, и ты должен будешь сделать то же самое завтра вечером». «О, — ответил я, «и не говори, что я должен буду сделать это снова». «Это работает», — сказал Господь. «Неужели это не замечательно, что это работает, а ты не знаешь?» «На следующий вечер я послушался Господа снова только ради пробуждения. Я не сделал бы этого ни за что другое. Я обнял его, поцеловал и сказал, «Бог, да благословит тебя, брат, я люблю тебя». Я не обнимал и не целовал никого за исключением этого дьякона. В тот вечер, когда мы вернулись в дом пастора, сидели у камина и ели десерт, пастор сказал, «Как долго ты можешь остаться с нами?» «До воскресенья», — ответил я. «А почему бы тебе не остаться подольше?» — спросил пастор. «Потому что главный дьякон не хочет, чтобы я оставался здесь дольше», — ответил я. «Хорошо», — сказал он, «я скажу тебе кое-что». «Мой дьякон, подошел ко мне сегодня вечером и сказал, что он ошибся. Ты самый лучший проповедник за всю историю нашей церкви». Для осуществления этого потребовалось всего три объятия и три поцелуя, три маленьких поцелуя в щеку. Любовь побеждает всегда. Любовь может быть агрессивна. Если кто-то нарисует круг для себя, оставив вас вне этого круга, вы нарисуйте большой круг, который охватит и вас, и его круг. Если кто-то говорит плохо о вас, вы просто говорите хорошо о нем, пошлите ему что-нибудь в подарок. Дело в том, что Бог на троне, Иисус правит всем, и человеческое существо может быть изменено Духом Святым. В нашем городе, где мы начинали церковь, люди не думали о нас особо высоко. Они не верили, что мы сможем построить то, что построено там. Они не верили, что мы сможем построить телевизионную станцию. Но видите ли, Агапе всегда была простерта к ним. Агапе – это божественная любовь. В антическом, классическом, греческом языке были три слова, которые обозначали любовь. Эрос, которая к тому времени, когда пришел Иисус, ассоциировалась с физическим, чувственным восприятием. Сторге, которая означала тип взаимоотношений между членами семьи, и Филио – дружеские отношения. Агапе первый раз встречается в греческой септуагинте, первом переводе еврейских писаний наш Ветхий Завет на другой язык. Около трехсот лет до Иисуса греческий уже стал широко распространенным общим языком. Многие евреи жили в иностранных городах, где в основном говорили на греческом, и еврейские теологи в Александрии и в Египте сделали перевод на греческий. Однако в септуагинте слово «агапе» использовалось только для обозначения Божьей любви к человеку. Специалисты по древнегреческому языку говорят, что «агапе» было новым словом, которое начало широко употребляться только после становления новозаветного христианства. Это слово обозначает не эмоциональную любовь, а любовь как результат принятого решения, акт свободной воли. Любовь без даяния не есть любовь. Евангелие от Иоанна 3,16 говорит, «Ибо так возлюбил агапе, Бог мир, что отдал». Это вид любви, которым многие должны любить друг друга. Любовь, которая дает другим то, в чем они нуждаются, а не такая любовь, которая требует у других то, в чем нуждаетесь вы. Мы должны самих себя отдавать в любви. И если мы будем это делать, мы будем прекрасными победителями в Господе Иисусе Христе. Недавно Господь сказал мне такие слова. «Будь агрессивен. Не становись спиной. Не будь слабым. Стремись вперед. Открывай мое величие и могущество. Открывай мою любовь и изливай ее на людей. Пусть люди увидят, что ты настоящий». Если кто-нибудь проповедует или даже просто свидетельствует о Господе, и нельзя сказать, является ли то, о чем они говорят, реальностью в их жизни, тогда люди не приходят к Господу. Вы должны говорить о любви Божьей, которая проявляется в вашей жизни. Бог хочет, чтобы мы любили наши города, наши страны, наши народы и весь мир, не социальную систему на земле, не общественный строй, но всех людей, живущих в этом мире. Показывай любовь Божью. Однажды в моем миссионерском путешествии я был где-то в центре Китая. В примитивном здании, где мы проповедовали, были только маленькие скамейки для сидения. Люди пели, а я сидел на скамейке первого ряда, рядом с моим переводчиком, когда в зал вошел маленький уличный мальчишка. Все, во что он был одет, это кусок ткани, завязанной вокруг талии и покрывающей его тело ниже пояса. Другими словами, он был совершенно голый, он спал на улицах, он был такой грязный, что казалось, он покрыт грязью, как коркой. Он вошел и сел рядом со мной, глядя на прославление. Я не знаю, почему я это сделал. Думаю, что это просто естественное отношение к детям. Я обнял его, потрепал за ухо, похлопал его немножко по спине и улыбнулся ему. Я понял, что он не видел особенно много белых людей, но он повернулся и улыбнулся в ответ. Так мы сидели там вместе, и я часто смотрел на него и улыбался. Время от времени я похлопывал его по плечу. Он повернулся к моему переводчику и сказал, «Этот человек любит меня, правда?» В этот момент, если быть откровенным, я не любил его. Это был грязный, уличный мальчишка, которого я никогда раньше не видел. Я не могу сказать, почему я обнял его, я просто всегда так делал с людьми. Когда я хлопал его по плечу, он был просто другое человеческое существо. Но когда переводчик передал мне, что сказал этот парень, мой дух открылся, и я ответил, «Да, я люблю тебя». Господь открыл любовь внутри меня для ответа на нужду этого маленького мальчика. Есть много мест в Библии, которые рассказывают о любви. Любовь Бога к человеку, человека к Богу и человека к человеку. Самое известное, конечно, это 13 глава первого послания к Коринфянам. В этой главе апостол Павел говорит, что такое настоящая любовь и чем любовь Агапе не является. Любовь в слове Есть несколько мест, где разные вдохновенные авторы говорят нам, что есть любовь. Одно из таких мест первое послание Иоанна, 4 глава. «Мы узнаем Бога через его любовь», говорит апостол. Давайте прочитаем. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И еще, мы можем видеть Бога через любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 12 по 16 стих, здесь написано, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог и уверовали в Нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в Нем». Результат любви, говорит Иоанн в этой главе. Есть дерзновение, отсутствие страха и послушания. Таким образом, вы можете видеть, что если мы любим любовью Божьей, это приносит воинственность и агрессивность в послушании Его повелениям. Первое послание Иоанна, 4 глава с 17 по 21 стих. Здесь написано «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Христианин не может выбирать, любить ли ему других и Бога его божественной любовью. Это повеление. И я верю, на основании стихов, представленных выше и других мест Библии, что если вы не любите воинственно, то вы не любите вообще. Если это необходимо, давайте изменим наши отношения и мощно войдем на территорию воинствующей любви. и Продолжение следует...